В республике продолжает расти количество обращений к медикам из-за укусов клещей. Наибольшее количество обращений, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано в Казани. С начала эпидемического сезона зарегистрировано в 1,6 раз случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом около 600 случаев связаны с возбудителями заболеваний. Что касается увеличения количества укушенных в этом году по сравнению с прошлым, то здесь, конечно, нужно сказать, что, вероятно, это все из-за того, что клещи, они у нас поздно в этом году вышли, так сказать, стали активными и вышли на охоту, поскольку май был очень холодный. И поэтому была задержка с выходом клещей, но зато, как мне сообщили коллеги из Центра гигиены эпидемиологии, то потом численность резко увеличилась и стало очень действительно большое количество укушенных клещами. Это уже в июне, в июле месяце. Ну и, в общем-то, сейчас до сих пор продолжаются фиксироваться случаи. Существует распространенное мнение, что клещи нападают на человека, прыгая с веток деревьев. На самом деле, обычно они сидят на троинках и мелких кустарниках и ползут вверх по одежде. Сезон активности клещей обычно начинается во время таяния снега, когда устанавливается устойчивая теплая погода. Как правило, этот период приходится на апрель. Прекращение активности наблюдается в середине осени, когда температура снижается, а погода становится сырой. Муниципальные власти ежегодно проводят противоклещевые обработки. В этом сезоне в Татарстане было обработано 2064 гектара территории. В городе клещи у нас, конечно, в первую очередь встречаются в лесопарковых зонах. Они у нас есть на озере Лебяжьем, лесопарк Нагорный, потом в пригороде Боровой Матюшина. Там можно клещей как раз обнаружить на себе после того, как вы сходите в лес. Эксперты рекомендуют в сезон активности клещей использовать специальные аэрозоли. При выезде на природу надевать одежду, максимально перекрывающую открытые участки тела. При обнаружении зоны укуса необходимо незамедлительно обратиться к специалистам. Маргарита Михайлова, Универ Ньюс.